Привет, я Ира, или гид в шляпе, и сегодня, приехав в прекрасный Выборг, решила немножечко рассказать вам про этот город. История Выборга началась в 11 веке. На этом месте основали поселения, а точнее на месте современного парка Монрепо. И селились тут в основном карелы. Они занимались самыми простыми вещами – собирательством, охотой, рыбной ловлей, торговали с Великим Новгородом. У местечка было очень выгодное географическое положение, и вообще эта земля считалась изобильной. Поэтому довольно быстро свой взор сюда обратили шведы. И вот в 1293 году они организовали крестовый поход. Во главе стоял Торгельс Кнутсен. Иронично в какой-то степени, но именно этому человеку сегодня стоит памятник Выборге, потому что он считается основателем города. Шведы тут быстро освоились, и на маленьком острове заложили замок-крепость, который теперь как визитная карточка этого города. По-шведски произнести не смогу, но я имею в виду с специфическим акцентом, но Выборг именно так назвали свое поселение, крепость шведы. И в переводе это означает «священная земля» или «святая крепость». Есть и финская трактовка, название «Вейпори». Считается, что происходит от некого паромщика Випонена, который здесь жил и помогал шведам переправляться на этот маленький остров. Естественно, есть и русская версия. В местных лесах водилось очень много дичи, и вот якобы местные жители назвали город Выборгом, поскольку они выбрали это место, то есть от слова «выбор». Ну, связано это, естественно, с Новгородом. То есть трактовок несколько, но все они сводятся к одной сути – к Выборгу. С 1403 года и далее этими землями правил король Эрик III. А примерно через 100 лет, в середине XVI века, здесь основывают порт, и сюда начинают заходить иностранные суда, но, естественно, с торговой целью. В это время здесь правили феодалы, именно они объявляли войны, заключали мир, решали любые вопросы – политические, экономические, социальные, в общем, все. В это время в летописях и на картах эта земля называлась Терра Вибургенсис, то есть Выборгская земля, и она для шведского королевства имела такое же по важности значение, как и само шведское королевство. Время правления короля Карла Кнутсена считается временем расцвета этой земли. Здесь в это время очень часто бывал сам король. Естественно, здесь отдельно был его навестник, но, тем не менее, король и королевский двор тут часто тусовались. При этом здесь, в Выборге, проводили обучение аристократов светским манерам. То есть он в то время становится таким центром культурной жизни шведов. Приобретает очень важное значение. Они понимают, что нужно укрепить эти земли, ну, от нашествий, чтобы обороняться, если что. В то время крепости пристраивают несколько дополнительных башен, а ее толщина стен становится 5 метров и даже больше у основания. Дополнительные рвы, дополнительные земляные валы, в общем, максимально укрепляются. В XVI век вообще был отмечен множеством изменений в жизни города. Сюда, например, назначают в это время первого епископа. Очень много колонистов переселяется из Гамбурга, из Бремена, из других немецких городов. И в это время население Выборга увеличивается в несколько раз. Во времена Реформации значительно уменьшилось здесь количество финского населения и все больше возрастала численность шведского населения. Город, естественно, неоднократно за свою историю подвергался осаде. В частности, в середине XVII века, а затем в начале XVIII. И вот этот период, это уже период Северной войны. Далее Петр I со своим войском отвоевывает эти земли, поскольку он не мог не обратить внимание на эти территории, естественно, в ходе ведения войны. И с этого момента начинается уже русский период его истории. Город являлся очень важной фортификационной точкой в то время. 1808 год отмечен особо последняя война России и Швеции. И вот в результате этого противостояния Финляндия перешла в состав Российской империи. Она стала самостоятельной, то есть автономной единицей, княжеством финляндским в составе Российской империи. Ну и Выборг туда же. На протяжении всего XIX века он имел для империи очень важное значение. Здесь появилась и железная дорога, и были построены новые городские кварталы. И вообще это был такой центр культурной жизни, иногда и политической в том числе. История города в XX веке полна была потрясений. В 1917 году Финляндия получила независимость, а Выборг был в ее составе. В 1939 году Выборг становится частью СССР, а в 1941 снова ненадолго переходит в состав Финляндии. И вот в 1944 году в результате штурма советскими войсками город окончательно вошел в состав России. Сейчас современный Выборг – это второй по величине город в Ленинградской области после Гатчины. Здесь примерно 80 тысяч человек населения. При этом он очень своеобразный. Дело в том, что никак не назовешь его типичным русским городом, потому что он вообще нетипичный. Он скорее западноевропейский. То есть, если Вы хотите почувствовать нотку чего-то западноевропейского, а также средневекового, приезжайте сюда обязательно. В последние годы он получил важное туристическое значение, и я надеюсь, что в будущем это направление здесь будет только развиваться. Я сегодня решила остановиться на трех, с моей точки зрения, весьма интересных достопримечательностях, поскольку не смогу рассказать обо всем. И первая на повестке дня библиотека Альвара-Алта. Вот она. При первом взгляде на это здание кажется, что это образец более-менее современной архитектуры, и построено оно совсем недавно. Но это не так. Библиотека строилась в 1933-1935 годах. И для тех, кто предпочитает такой минимализм в архитектуре, северный минимализм, это здание ну прям must see, обязательно к посещению. По предварительной записи здесь проводят экскурсии, но кроме этого, насколько я знаю, можно попасть и другим образом. Прийти сюда, выписать временный читательский билет и попасть, собственно, внутрь. Кстати, по мнению TripAdvisor, это самая популярная достопримечательность Выборга с самым высоким рейтингом, и не случайно. Спроектировал здание библиотеки финский архитектор Альвара-Алта. Причем он занимался не только конструктивом самого здания, но и дизайном абсолютно всех его элементов. Причем при строительстве и проектировании использовались в основном натуральные материалы, в частности дерево. Настоящей сенсацией в архитектурном мире того времени стал потолок вот этого лекционного зала, зал для лекций и концертов. Он имеет специальную волнообразную форму, которую архитектор разработал, чтобы был очень хороший акустический эффект. Кроме того, в читальном зале нет окон. Ну, нет окон в традиционном для нас смысле, в стенах. Зато есть 57 круглых окон в потолке. Это была специальная задумка архитектора. И даже в пасмурную погоду в этом зале очень светло. Ну, достаточно светло. Чтобы спроектировать читальный зал, Альвара использовал коробки из-под яиц. Потому что в то время с материалами для создания макетов в Выборге было плохо. Ну, и пришлось использовать подручные материалы. То есть он создал макет этого здания, и в частности этого зала, и наблюдал, как будет падать свет в разное время суток. Архитектор при постройке здания не просто фантазировал. Он учитывал практические моменты. То есть потребности библиотекарей, их режим работы, потребности читателей, особенности хранения книг. Еще одна знаменитость из мира дизайна, которая, возможно, есть даже у некоторых у вас в домах. Это знаменитый табурет Альта. Именно этот табурет архитектор создал для концертного зала Выборгской библиотеки. Это один из самых массовых и самых, пожалуй, часто подделываемых предметов интерьера. Ну, вот за всю историю. Его официальное название – стул 60. Это на самом деле тот самый табурет, который продается в любой Икее. С момента создания этого предмета интерьера было выпущено примерно миллион оригинальных табуретов и примерно еще 8 миллионов, скажем так, копипастов. То есть табуретов, которые производили и производят некоторые другие компании. Дело в том, что в 1935 году жена Альта с единомышленниками основала компанию Артек, что означает Art плюс техника. И этой компании принадлежат, собственно, права на вот этот вот оригинальный дизайн. Но, скажем так, хорошую подделку можно найти и в магазине Икеа. Если там такой табурет можно купить примерно за 10 евро, то оригинальный от Артек обойдется в 200 евро. Но и здесь он тоже есть. Естественно, нельзя обойти стороной и Выборгский замок. Он находится на маленьком острове. С одной стороны залив Финский, с другой стороны Саккалахти. На территорию замка можно зайти бесплатно и почувствовать дух средневековья. На башне Святого Олафа наверху находится смотровая площадка. Но вот на данный момент, сентябрь 2021 года, там реставрация и башня, к сожалению, закрыта. Но оттуда открывается великолепный вид. А еще говорят, что там внутри живет хранитель этого замка, кот Филимон. И мы без котиков никуда. Традиционного фундамента, в том понимании, в котором мы обычно представляем, что такое фундамент, у замка нет. Он находится, стоит на огромных валунах, скалах. И, кстати, практически все средневековые постройки в Выборге имеют вот такой вот фундамент в виде валунов. Сам замок сделан из гранита, а башня из кирпича. Основали его в том самом 1293 году, во время шведского крестового похода. В первую очередь город начался с того, что выбрали этот остров для укрепления. И вот эта приметная башня Святого Олафа, названа она так в честь короля. Олафа II Харальдсена, который прославился тем, что утвердил в Норвегии христианство. Замок был жилым. Здесь постоянно жил наместник шведского короля, а также его приближенные. Фохт называли управляющего замка, также проживал там. Ремесленники, священнослужители и обязательно военный гарнизон для защиты замка. Причем управляющий и навестник в первую очередь жили во втором ярусе замка, а в первом размещались все остальные. Внизу в подвалах были склады с продовольствием, винный погреб и по некоторым свидетельствам тюрьма. Расцвет замка наступил в 15 веке, а затем при короле Карле Кнутсоне, которого я уже упоминала. Это был будущий король Карл VIII, король Швеции, естественно. И вот в это время крепость значительно расширяют и пристраивают к ней несколько дополнительных башен. Караульную, пожарную, новую, тюремную, башню сапожника, райскую башню. 13 июня 1710 года Петр I во главе 18-тысячного войска берет Выборг и, собственно, замок. В результате двухмесячной осады, между прочим, не так просто ему это удалось. Внутри есть исторический музей, краеведческий, а там макет, который показывает состояние Выборга именно в этот конкретный исторический день, вот 13 июня 1710 года. Было достаточно много разрушений после этой осады, после этого штурма, но все их достаточно быстро устранили. Но Петр I был первым российским царем, который поднялся на башню святого Олафа. И об этом сохранились даже воспоминания Юста Юля, чиновника из Дании. Он писал так. «Большое количество вина, водки и пива сопровождало царя на башню. На каждой из пятиярусных площадок было выпито их помногу, но всего более на верхней, и большинство компаний почти ничего не помнило. Пейте, дети, кофе вместо водки». Решил все не штатский мирный договор, подписанный по окончанию Северной войны. В результате Выборг и весь Карельский перешейк перешел в состав Российской империи. А в 1730-м здесь, в Выборге, стали строить дополнительные укрепления, причем на этот раз, чтобы именно обороняться от шведов, Анинские укрепления. Остатки их есть в городе, а названные они так были в честь Анны Иоанновны, царствующей на тот момент. Еще одна прекрасная достопримечательность Выборга – парк Монрепо. Пожалуй, в первую очередь из-за него сюда едут, чтобы здесь погулять. Находится он на части острова, который называется Линнасаария, или в переводе означает «твердыш». Появился этот парк в большей степени благодаря наставнику Павла I и президенту Петербургской академии наук Генриху Людвиху фон Николаи. Но самым первым, кто предложил здесь разбить парк, был оберкомендант Петра Петр Ступишин. Он построил тут себе дачу и разбил вокруг нее сад, назвал Шарлоттенштайн, ну, в честь своей жены. Следующий владелец – Фридрих Вильгельм Карл, герцог Вюртемберский. Именно он создает концепцию парка Монрепо. В переводе с французского это означает «моё отдохновение». Ну, действительно, место для отдыха, уединения. Единение с природой. И вот уже после этого герцога владельцем этого места становится тот самый Николай, при котором парк приобретает какой-то свой окончательный, завершенный вид. Такой примерно, каким мы его можем видеть и сегодня. Ворота Монрепо в неоготическом стиле. Это то, что увидят все, кто сюда заходит. Примерная дата постройки – 1830-е годы этих ворот. В середине 20 века ворота убрали, ну, потому что это, скажем так, их внешний вид портил внешний вид типичного советского центрального парка культуры и отдыха, которым в то время Монрепо являлся. Остров Людвигштайн, или по-другому, скала Отшельника. Этот вид парка очень известен благодаря капелле из Белого Камня, которая находится там на вершине. Архитектор Тетам из Англии создал это сооружение также в 1830-х. Дело в том, что сам остров является некрополем семьи Николая, поэтому его еще называют Островом Мертвых. Там несколько позже соорудили грот Медузы с пристанью, и когда-то туда ходил паром. Ну, видимо, для тех, кто хотел почтить память этих умерших. Еще одна достопримечательность в парке – скульптура. С трудновыговариваемым названием – это персонаж Калевалы, карело-финского эпоса. Этот человек – заклинатель, он играет на флейте. Скульптуру создал датский скульптор по заказу Николая. Этот памятник многострадальный. Его несколько раз разрушали, повреждали. Он исчезал с этого места, но непременно возвращался обратно. Храм Нептуна. В конце XVIII века такие сооружения в парках пейзажного типа были обязательными. Его создал архитектор-итальянец Джузеппе Мартинелли. Этот храм Нептуна находится на одноименном полуострове, то есть полуострове Нептуна. И считается, ну, есть такая теория, что в основе этого сооружения, этого такого паркового ансамбля, заложены идеи Тома де Томона, того самого архитектора, который создал здание Петербургской биржи и оформил стрелку Васильевского острова. Хижина отшельников. В парке можно найти и такое деревянное строение. Подобные павильоны также появились в пейзажных парках в конце XVIII века, но изначально этот павильон выглядел иначе, чем сегодня. Он представлял собой сруб, а сверху деревянные бревна были покрыты берестой. На бересте были иллюстрации со сценами из Библии, а наверху находился деревянный колокольчик. И считается, что такая хижина была спроектирована самим Николаем. Но в какой-то момент, к сожалению, оригинальная хижина сгорела, и на ее месте построили другую, больше напоминающую беседку без дверей. На территории парка есть его, скажем так, главная доминанта – усадебный дом. Он был построен в классическом стиле во второй половине XVIII века, являлся, естественно, жилым. В советское время в этом доме располагался детский сад и произошел пожар. В общем, часть интерьеров, конечно же, утрачена, но сам дом сохранился, что прекрасно. А еще в парке есть китайские мостики. Это тоже достаточно знаменитые местные конструкции. И также это наследие пейзажной моды того времени. Конечно, в Выборг лучше ехать как минимум на один полный день, а то и на два, чтобы детально все рассмотреть, потому что достопримечательностей здесь достаточно много, и самых разнообразных, и интересных. Например, готическое строение из камня, костел Геоцинта. Ну, те самые анинские укрепления, о которых я упоминала. Круглая башня на главной площади города в народе Толстая Катерина. Каменная артиллерийская башня. Дом купеческой гильдии. Сооружение XVI века. Бастион Панцерлакс. Усадьба Бюргера. Башня Ратуши. Часовая башня. Здание рынка. Довольно большое количество домов в стиле северный модерн, совершенно потрясающих. Трамвайчик исторический. В Выборге есть также филиал нашего государственного эрмитажа и много чего еще. На этом, в этот прекрасный дождливый день, у меня все. С вами была Ира, гид в шляпе. Будет еще много интересных историй. Если хотите заказать индивидуальную экскурсию, мои контакты есть в описании к этому видео. Пишите, звоните. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok